11 мая всю страну потрясли события, произошедшие в Казанской школе номер 175. Сначала в здании раздался взрыв. Позже произошла стрельба, открытая бывшим учеником школы, у которого не сложились отношения с одноклассниками и преподавателями. В результате обстрела погибли 9 человек, из них 7 детей. Более 20 получили ранения. Мы решили узнать у саровчан, что нужно сделать, чтобы такие события никогда не повторялись. Я считаю, нужно внимательнее быть на проходных и следить за проходящими людьми, какой-то, может быть, карточный контроль сделать. Это страшная трагедия, которая произошла, я не знаю, по вине каких-то обстоятельств. Но это весьма трагично и страшно. Не хотелось бы, чтобы такое происходило когда-либо, хоть где-нибудь еще. Надо ужесточить и продажи оружия, и всего вот этого, что связано с этим, и охранять. Охрану, конечно, надо там вот, чтобы там специалисты охраняли. А-ля, они вот просто так вот сидели, как сейчас вот тут смотрим, и бабушки, и дедушки. Ну это же ненормально. Пожилые люди охраняют детей. Это очень печальное событие, то, что такие люди, к сожалению, бывают в нашем обществе. И я считаю, от этого никак не избавиться, потому что, как бы такая природа человеческая, то, что среди людей так или иначе в любом случае окажется такой один парень, девушка, не важно тут, не важно полный, не важно в каком районе он живет, может из богатой, из бедной семьи быть. Это неизбежно, в общем-то. С такими людьми нужно прежде всего работать. Там общаться с психологом, с людьми общаться, не отрекаться от общества. Я считаю, что надо проводить, ну как вот в школах проводят различные, как сказать, беседы с учениками, что вообще делать в таких ситуациях. И вообще я считаю, что надо проводить психологические беседы, чтобы такого не случалось с детьми, как вот с тем парнем. Нужно больше времени уделять подрастающему поколению. Возможно, просто у парня были какие-то свои проблемы, которым никто не уделил внимания, хотя могли бы. Но трагедия сама, собственно, дело страшное. Как бы соболезную родным, тем, кто там был. За ним произошла, конечно, ужасная трагедия. Что нужно для этого делать? Ну, наверное, усилить охрану в школах, и не только в школах, а, конечно, в садах, потому что охраны никакой. Поэтому скорбим, терпение родителям погибших. Конечно, ничто уже не вернет их детей, но и никакие слова их сейчас не утешит. Как показал опрос, саровчане считают, что нужно усилить охрану в образовательных учреждениях. Какие действия примут власти, покажет время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова